Здравствуйте. Продолжение следует... В заключении под стражу обусловлено ряда установленных судом обстоятельств, являющихся исключительными и свидетельствующими необходимостью избрания в отношении Сазонова, ДВ меры пресечения и заключения под стражу до предъявления ему обвинения. Используя свои личные связи в правоохранительных органах и профессиональные навыки, оставаясь на свободе, может уничтожить или сфабриковать вещественные доказательства по делу, а равно может оказать давление на свидетель по делу, которые подлежат допросу в рамках настоящего уголовного дела для установления всех обстоятельств, произошедших. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Сазона Дмитрия Викторовича 16-го, 10-го, 71-го года рождения районного спорта Саратов, меры пресечения и заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 сентября 2018 года заключения. Я могу сказать, что это именно наговор и провокация в моем понимании, и я надеюсь, что мы отстоим вместе с адвокатами эту позицию, скажем так, и докажем о невиновности. Наш жесткий в любом случае подход к работе частных охранных организаций, он в любом случае, ну, наверное, кому-то не нравится. Может быть так, может быть по-другому, поэтому здесь неизвестна причина и есть самая главная проблема, которую мы должны решить и доказать, что мы здесь правы, что мы здесь не виноваты в этой ситуации. Если это неправильный вопрос, почему не в кабинете, почему не на больничной, почему... Знаете, какая ситуация? Ну, во-первых, я его лично знаю раз, во-вторых, скажем так, его вопросы, но времени не так много у меня для того, чтобы вот эту ерунду, о которой он там спрашивает, то есть я ехал на обед, он звонит, допустим, или вот таким вот образом, как сейчас получилось. То есть у меня есть вопрос, ну, приезжай, я тебе скажу, и давай дальше приезжай, потому что, ну, такая ситуация, не более того. Вот, поэтому я думаю, я надеюсь, что мы в любом случае докажем и будем доказывать.